Губернатор Кубани Александр Ткачев выслушал подробный отчет всех служб о ликвидации пожаров в районе хутора Джанхот под Геленджиком. Сотрудники МЧС тушили пожар в горной местности, по большей части труднодоступной. Пример наших соседей тому показательный, что так же сложно работать пожарным и спасателям пришлось бы в Анапе. В целом ситуация с пожарами. За полгода уже регистрировано 1760 разгораний. Думайтесь, 1760. Это, конечно, и частный сектор, и сны, это все вместе. В них погибли 145 человек. Большую часть работы мы должны с вами сориентировать сегодня на протеортическую погоду. В Анапе наиболее уязвимые от пожаров территории – это Утришский заповедник, Анапские плавни и лесополосы. По завершению краевого селектора в Анапской студии перед всеми ответственными службами задачи поставил глава курорта. Сотрудникам пожарной охраны, муниципальной службы спасения, заповеднику Утриш Сергей Сергеев поручил усилить профилактическую работу. На территориях, подверженных особому риску, обновить баннеры и предупреждающие таблички. Все оперативные службы и аварийно-спасательные формирования должны быть в готовности номер один к введению повышенной пожароопасности. Это значит полностью закрыть доступ гражданских лиц в лесные массивы и заповеднику Утриш, так как ожидается повышение температуры выше 30 градусов. И по прогнозам синоптиков, в августе продержится погода без существенных осадков. В пожароопасный период запрещено разжигать костры в лесу, парках и плавнях, поджигать серню на скошенных полях. Мэр города дал указание выставить наряды на территории заповедника, организовать круглосуточное патрулирование по пяти противопожарным маршрутам. Определили мы наиболее уязвимые места. Это заповедник наш Утришский, это плавни реки Анапки и лесополосы. Сегодня у нас есть силы и средства для тушения и локализации возгорания. Самое главное, на мой взгляд, сегодня вовремя обнаружить возгорание и локализовать его в самом начале. Конечно, у нас нет таких средств, если в горах на территории заповедника будет большой очаг возгорания. Но я все-таки надеюсь на добросовестность исполнителей, которым поставлены задачи по мониторингу ситуации. И администрация в этом поможет и людьми, и техникой, и вовремя выявить. Я думаю, что те мероприятия, которые мы наметили, они позволят нам удержать ситуацию под контролем.